Ёлочки из материи, бумаги, стекла и другого сырья выстроились в ряды на первом этаже Брестского областного краеведческого музея. Всего таких творческих детских поделок насчитывается более 170. Ценность выставки заключается в том, что она создана руками неравнодушных детей, которые серьезно относятся к проблемам экологии и пытаются найти способы ее решения. Дея у нас одна общая – сохранить живую ель, радоваться в лесу этой ёлочке и в то же время объединить, наверное, семейные усилия, встретиться в эту праздничную атмосферу вместе, родители и дети, и творить, и создавать ели своими руками. Подведение итогов всегда волнительное дело, особенное, когда есть из чего выбирать. В рамках акции мальчишки и девчонки мастерили эко-ели, создавали видеоролики, писали сочинения и даже придумывали сказку о лесной красавице. Несмотря на то, что акция проходит не первый раз, организаторы отмечают, что с каждым годом работы участников не перестают удивлять. С каждым годом эта акция у нас расширяется, расширяется круг участников, и нам очень приятно, что в этом году откликнулось очень много учреждений, но очень много ребят поддержало и включилось в эту акцию. Цель городской эко-акции заключается в том, чтобы привлечь ребят к проблемам сохранения природы и окружающей среды. Чтобы еще раз напомнить о том, что лес – это наше богатство, которое нужно сохранять и приумножать. Кроме того, на мероприятии рассказывали о том, что после новогодних праздников елочки с остатками мишуры и праздника нельзя выбрасывать в контейнеры. После проведения всех праздников елочки не выбрасываем в контейнер. Заходим на наш сайт www.bmpz.by, там есть график вывоза елок, потому что это не мусор, это не то, что зафоранивается на полигоне. Эти елки мы собираем отдельно, либо наша организация «Брестский мусороперерабатывающий золот», либо коммунальный, и вывозим на переработку. Выставку дизайнерского эксклюзива причудливых лесных красавиц, созданных руками юных брещан, можно будет увидеть в Брестском областном краеведческом музее до 24 января. Продолжение следует...